Жители дома номер 80 по улице Слепнево в Алдане бьют тревогу. Уже не первую зиму температура в их квартирах не превышает 13 градусов. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции не дают никаких результатов. В ситуации разбиралась Татьяна Вахнина. Отключение электроэнергии для пенсионерки Галины Ивановой сродни катастрофе. В ближайшие полчаса квартиру скует холод. Вода в нагревателе остынет быстро. Колорифер без электричества – вещь бесполезная. А топительный сезон в их доме под номером 80 по улице Слепнево не ощущается. Батареи почти холодные, горячей воды нет. Столбик термометра не поднимается выше отметки в 13 градусов. Плачу, но раз в ночь, что сделаешь? Не знаю, у меня сердце не хватает больше звонить. Куда еще звонить? Я сегодня опять звонила. Показывая деформированные суставы и кровоподтеки на руках, Галина Александровна жалуется на постоянные боли. Косными и сосудистыми недугами женщина страдает давно. А постоянное переохлаждение провоцирует обострение болезней. Вместе с соседями Галина Иванова обращалась в управляющую и жилищную компанию. Бывала в администрациях города и района. Однако хождение по кругам бюрократического ада результатов не принесло. Вот сейчас сделают у вас вроде бы теплотрассу. Посмотрим, что у вас будет тепло, не будет дома. Тогда, значит, будем привлекать компанию. Почему тепло не поступает в дом? По словам главы муниципального образования города Алдан Александра Бугай, это тот случай, когда появление новых потребителей услуг снижает качество этих самых услуг. Индивидуальные насосы, установленные в домах частного сектора, влияют на давление во всей системе. Для сохранения циркуляции отвод теплоносителя в подвале дома остается открытым. 80-й дом по улице Слепнёва стоит на контроле в ряде инстанций не только города и района, но и республики. Несколько недель назад здесь работала комиссия из Якутска. Было решено проложить новую теплосеть, в которой, кроме дома Галины Ивановой, будут подключены две соседние двухэтажки. В настоящее время идут работы по укладке теплотрассы. Глава города Александр Бугай выразил уверенность, что после того, как будет произведено подключение домов к новой сети, в дома поступит тепло.